СКА-1946 Грозный лидер западной конференции МХЛ Молодежный клуб – часть могущественной системы хоккея Санкт-Петербурга Одна из опор двукратного обладателя Кубка Гагарина Фаворит, удерживающий самую сложную позицию в чемпионате Первое место на Западе Но пока все, что есть у Петербурга в МХЛ – это финал Кубка Харламова Первого места команда СКА-1946 не занимала До тройки лучших из команд Петербурга еще добиралась Динамо И все Но в этом сезоне в финале может быть одна из этих команд Потому что их таланты готовы перейти на новый уровень Возможно, один из них – это Павел Кукштель 19-летний нападающий СКА-1946 Павел выступает за три команды Помимо молодежки МХЛ – это клуб ВХЛ СКА-Нева И сборная России Ю-20, которая заняла второе место на турнире четырех наций в Балашихе В последнее время я вообще почти не отдыхаю Постоянно, потому что МХЛ, ВХЛ Практически вообще без выходных Сейчас перед отъездом сюда было шесть игр подряд играл Получается, вначале за молодежку, потом за вышку И вот так вот по три игры там и там В заявке на сезон у СКА-1946 почти 50 человек Здесь всегда готовы произвести замену Конкуренция касается каждого Незаменимых нет Но в то же время все на виду Путь в главную команду СКА очень труден Но он существует И есть примеры ребят, кому удалось его пройти У меня есть хорошие примеры Так как в первой команде, сами знаете, играют такие люди, как Павел Дацука, Илья Ковальчук Да и вообще, что там говорить, там вся команда такая Поэтому, конечно, если дается время посмотреть, последить за тренировкой И бывалый шанс, когда я тренировался с ними вместе Только потрясающие эмоции Всегда они помогали, поддерживали Так что надеюсь, что предоставится много шансов Павел Дацук, например, один раз просто остался со мной после тренировки И мы с ним играли один в один Где-то около получаса Конечно, для меня это очень запомнилось Павел Кукштель претендует на звание джентльмена лиги За 4 сезона в МХЛ у него всего 20 штрафных минут Павел говорит, что с детства следил за Дацуком Старался перенимать его манеру игры Отбор шайбы без нарушений правил Ему хватает преимущества над соперником в технике и в скорости С детства Все началось еще с детского сада К нам пришел тренер Лев Саныч Мухимовский И поставил скамейку Просто у нас посередине площадки И попросил попрыгать всех ребят Ну вот я и еще пару ребят прыгали выше всех и выше всех И вот он сказал, не хотите попробовать в хоккей поиграть? За СКА-1946 в этом сезоне он провел чуть больше 10 игр Дебютировал в ВХЛ Поучаствовал в победах молодежной сборной В таком ритме ему нужно оставаться в форме и исключать травмы Накануне сезона ему это сделать не удалось Мне сломали пятку Как раз до вызова в сборную в августе И вот останавливался и начало сезона пропустил Это была, честно говоря, первая такая Именно чтобы я выбыл на какой-то срок вообще определенный Потому что там уже ничем было не помочь Но без этого никак В хоккей без травм Я был готов к этому Было очень большое желание поиграть уже в хоккей Потому что это было невыносимо вообще Безо льда, без тренировок То козал и то на одной ноге Потому что на второй гипс был Поэтому только горело желанием Как можно скорее выйти на лед Я и вышел на три недели раньше Допустимой нормы Ни в одной из команд у него нет постоянных партнеров по звену Сумасшедшая ротация в клубах и сборной Подразумевает его способность перестраиваться Набирать очки в любом составе И это ему удается Просто красота же Мы наблюдали такую красивую комбинацию Прекрасно разыграли Владислав Толстиков ничем не мог помочь своей команде С этого года нам построили свою базу Раньше мы играли все в три клуба в юбилейном Поэтому было так А сейчас, конечно, у нас появился собственный дом Поэтому только на победу играем Больше никак Приходит больше болельщиков Очень приятно, что они ходят В высшей лиге болельщики Очень приятно поздравили с первой шайбой Организовали нам встречу с ними Подарили подарок небольшой Подкову золотую Пожелали всего самого наилучшего И чтобы дальше не останавливался и забивал За что им большое спасибо В свободное время Павел Это большая редкость среди спортсменов Тем более столь молодых Играет в шахматы Понимает, что его профессия Сколько бы времени она ни забирала Не должна быть единственным интересом жизни Тем более шахматы, хоккей и сама жизнь Имеют очень много общего Шахматную доску он с собой не возит Достаточно планшета Одновременно занимался шахматами Лет так пять Ну, это скорее было тоже специально для хоккея Потому что, ну, как шахматы, мышление Все вот это Как раз надо же мыслить на пару секунд Точно быстрее, чем все остальные И это очень помогало Сейчас так же стараюсь поддерживать Сейчас уже сложнее Ну, благо есть компьютеры Теперь можно поиграть Хотя так раньше с репетитором Приходишь по тетрадочке Там решаешь задания Даже в турнирах участвовал Ну, и фигурного катания еще немного было Немножко совсем Когда выдается свободное время Стараюсь все-таки с Питером Еще лучше познакомиться Узнать что-то новое Потому что, ну, как За это тоже надо родителям сказать спасибо Очень помогают Стараются и на оперы И в театр сводить И в Эрмитаж Или в Русский музей То есть стараются так В немного другом направлении Тоже меня развивать Чтобы не только один хоккей Потому что, ну, и это помогает То, что если ты Немножко и в другой стороне Тоже умеешь что-то Понимаешь Что это и помогает На площадке так же Проекты «Поколение МХЛ» И «История МХЛ» Рассказывают о молодежной хоккейной лиге Все выпуски можно увидеть В социальных сетях МХЛ До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова